С самого утра на кухне кипит работа. Варится красный борщ и пшённая каша, а также собираются сладкие наборы, которые совсем скоро отправятся по адресам, которых в списке больше 70. Это всё для малообеспеченных жителей Черкеска, а также для самоизолировавшихся стариков, которые в этот период оказались в сложной жизненной ситуации. Словом, даже во время вынужденных каникул в кафе «Очаг добра» трудится с двойной нагрузкой. После того, как ввели режим самоизоляции, наше социальное кафе полностью закрылось на карантин для посетителей наших пожилых бабушек и дедушек, и теперь мы полностью развозим горячие обеды. До режима самоизоляции у нас было 40 подопечных, которым мы отвозили еду. Теперь после того, как ввели режим самоизоляции, прибавилось. Горячие обеды для своих подопечных в кафе готовят ежедневно, без выходных и праздников. И так на протяжении целого года, с момента открытия кафе. Каждый день повара стараются разработать новое меню, в котором всегда есть и горячие блюда, и десерт. Причём платить за вкусный, полноценный обед пожилым не приходится. Всё привозят абсолютно бесплатно. Мы вам покажем, как формироваются наши пакеты для разработки. Кладём мы горячие, это у нас каша. Кладём мы наш суп. Нам сегодня раздали, и из раздачи мы кладём лимонад. Калмыцкий чай, кофе со смыслами. Нам привезы хачины, сладкое и порчу хлеба. С нагрузкой в 70 порций за день работники социального кафе справляются. А если помощь понадобится ещё большему числу людей, готовы дополнительно нарастить обороты. Тем более, что с продуктами им сейчас активно помогают многие неравнодушные жители республики. Привозят даже поминальные наборы. Сотрудники очага добра говорят, что для них это существенная поддержка. Доставку еды осуществляют волонтёры или просто добровольцы. Вот, например, как эти две женщины. Буквально 15 минут и горячие обеды на месте. Контейнеры не успевают даже остыть. Дарья Назарова, Назир Капышев, Архиз 24.